Здравствуйте! Тему сегодняшнего урока предлагаю угадать. Среди записанных букв отыщи слово, которое и будет обозначать предмет нашего разговора. Чтобы выражать свои мысли и чувства при общении между собой, узнавать о мыслях и чувствах других людей, мы строим предложение. И наша речь, как правило, состоит из предложений. Вот оно, слово, которое ты должен был отыскать. Чем лучше, точнее, разнообразнее мы умеем строить предложение и словосочетание, тем яснее, богаче мы выражаем свои представления о мире. Чем точнее, лучше, разнообразнее мы строим словосочетание, тем яснее и богаче наши предложения, тем быстрее нас понимают наши собеседники. Итак, что же такое предложение? Предложение – это несколько слов, которое выражает какую-то нашу мысль или определяет наши чувства. И чего состоят предложения? Предложения состоят из слов. Это просто набор слов или какая-то связь между ними существует? Конечно, существуют слова, связанные между собой по смыслу, а еще и грамматически согласуются, сочетаются друг с другом. Два примера. Найди, пожалуйста, предложение. Докажи, что это законченная единичка, что там есть законченная мысль, что оно содержит какой-то смысл. Правильно. Предложение будет. В мае гремят сильные грозы. А почему второе не предложение? Верно. Потому что мысль там не закончена. Мы знаем, что говорится о солнце, но мы не знаем, какое действие, когда совершается, какое действие совершает солнышко. Итак, делаем вывод. Предложение выражает законченную мысль. В мае гремят сильные грозы. В предложении есть главные слова, предмет и его действие. Грозы – предмет, что делают гремят. Это действие. А что же случится с предложением, если из него убрать главный предмет? Верно. Предложение потеряет смысл. В мае гремят сильные. Все. Предложение утратит свой смысл. А что же такое словосочетание? А это сочетание двух слов. Ну, или трех, если есть какое-то служебное, которое как раз вот и показывает на связь между собой слов в словосочетании. Рассмотри, пожалуйста, рисунки. Что здесь изображено? Мы видим, изображены листья. На первом рисунке лист, на втором лист. Одинаковы ли это листья? Нет, они разные. Выберите более точные названия. Слово лист, словом лист можно характеризовать как рисунок первый, так и рисунок второй. А вот лист клёна, кленовый лист. Вот здесь уже более точно мы указываем, да, какой из листочков мы имеем в виду. Кстати, где лист клёна? Верно. Вот он, кленовый. Лист березы, березовый лист. Более точные названия лист клёна или кленовый лист, лист березы или березовый лист. Характеризуют непосредственно тот листик, который мы имели в виду. А теперь следующий рисунок и предлагается назвать действие, которое на нём изображено более точно. Действия пошли, что сделали? Дети пошли. С помощью каких вопросов мы можем уточнить? Вопросы. Пошли куда? Пошли когда? Пошли как? Так, какие же словосочетания у тебя получили? Вот такие. Пошли куда? В школу. Пошли когда? Утром. Пошли как? Радостно, быстро, бодро. Чтобы назвать предмет, признак, действие более точно, можно построить словосочетание. Для этого к главному слову, вот у нас было слово пошли, нужно добавить зависимое, которое и поможет уточнить смысл. Мы сделали более точные записи, подписи к рисункам, составив словосочетание. Проверим. Проверим, из любых ли слов можно составить словосочетание. Возьмём слово «игра». Игра какая? Игра какая? Интересная. Игра какая? Спокойная. Игра какая? Мелкая. Мелкая. Подходит словосочетание? Не совсем. Нет, конечно. Игра какая? Широкая. Игра какая? С мечом. Это подходит. Это верно. Игра ненастная. Что такое ненастье? А ненастье – это не погода. Сочетаются слова по смыслу? Нет, конечно. Не сочетаются. Игра какая? Бородатая. Сочетаются? Нет, не сочетаются. Итак, верно. Делаем вывод. Зависимый член словосочетания обязательно должен быть связан с главным по смыслу. Игра мелкая, игра широкая, игра ненастная, игра бородатая – это не словосочетание. Так как слова по смыслу не связаны. Можно ли назвать словосочетанием пару слов? Допустим, в парке. Игра в парке. А слово сочетание «в» в парке нельзя. Словосочетания всегда составляют слова самостоятельных частей речи. Иногда им помогают предлоги, это мы говорили, два слова или три слова. При этом одно слово командует, а другое подчиняется. Составим словосочетание, используя эту пару слов. Например, в парке каком? Летним. В парке главный член словосочетания. В парке каком? Летним. Прилагательное летним – зависимое. Гулял где? В парке. Здесь в данном случае в парке является зависимыми словами, потому что они поясняют, уточняют смысл первого. Заставим словосочетание, подбирая зависимые слова. Построили. Построили что? Школу. Построили как? Быстро. Построили где? В селе. Достаточно. А построили строители? Это словосочетание? Нет, конечно. Всё верно. Это не словосочетание, это основа предложения. Это предложение в том строителе, что сделали? Построили. Главные члены предложения словосочетания не являются. А сейчас закончим предложенные отрывки. Добавь противоположное или подходящее по смыслу слово. Что у нас получилось? Предложение или словосочетание? Спасибо за внимание. Желаю успеха.